Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации и установки печей. Ветхие электросети и детские шалости – основные причины возникновения крупных бытовых пожаров, которые несут за собой разрушительные последствия и отнимают человеческие жизни. Согласно статистике, предоставленной региональным МЧС, львиная доля возгораний приходится на частные жилые дома. Зачастую люди не могут своевременно обнаружить пожар и принять меры для его ликвидации. Стоит отметить, что современные материалы, из которых производят элементы отделки жилых помещений и мебель, при горении выделяют большое количество опасных для человеческого организма газов, что чаще всего и приводит к трагедии. Технологии не стоят на месте и предлагают инструменты, благодаря которым можно решить практически любые вопросы. Безопасность дома возможно обеспечить за счет установки нехитрых автономных приборов – пожарных извещателей. По словам сотрудников МЧС Самарской области, эти устройства уже доказали свою высокую эффективность. Принципы их работы достаточно просты. Принцип работы данного извещательства заключается в том, что он улавливает продукты горения, после чего подается звуковой сигнал, способный оповестить и разбудить, так сказать, людей, находящихся в жилых помещениях. Звуковой сигнал, который у нас примерно составляет 80 дБ, способный своевременно оповестить, так сказать, и даже разбудить людей, находящихся в помещении. Житель Самары Евгений Пахомов уже давно установил себе пожарный извещатель в квартире. Компактный прибор располагается прямо в коридоре над холодильником. Мужчина уверен, что спать, имея в доме подобную систему, можно спокойно. В региональном МЧС отмечают, что автономный извещатель рекомендуется устанавливать не только в жилых домах и в квартирах. Обратить внимание на прибор стоит и владельцам дачных участков. Кроме того, системы могут обеспечить надежную защиту в производственных, складских и офисных помещениях. Сотрудники профильного ведомства напоминают, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить. Об этом не стоит забывать. Анатолий Головко, Константин Головин. События.